Здравствуйте, я Канад Сахарья, вас приветствую. Спасибо, что смотрите телеканал Атамикен Бизнес. Это программа интервью, прямой эфир. И мы сегодня подведем итоги работы Национальной палаты предпринимателей Атамикен. В студии сейчас Аблай Морзахметов, председатель правления палаты. Добро пожаловать, Аблай Асабекович. Добрый вечер, Канад. С первого вопроса я хотел бы начать с о расширенном заседании правительства с участием президента, на котором говорилось очень много по вопросам развития бизнеса. Скажите, пожалуйста, на чем сделан был акцент основной? Конечно, анонсов было много перед расширенными заседаниями и ожиданий. Наверное, у многих были свои ожидания. Наверное, все услышали каждый ответ на свои вопросы. Но ключевое, наверное, среди экспертов – это качество роста. О чем президент акцентированно сказал в самом начале. Конечно, были ответы и на различные вопросы, и денежные кредиты. Многие вопросы затрагивались, они уже на составе. А ключевое – это качество роста и, наверное, новый экономический курс, который, наверное, основан на качестве роста. Здесь я хотел бы сказать, что в целом, пользу случаем, хотел бы, конечно, поблагодарить. У нас такой возможности не было, раз мы подводим итоги года. Вы не так часто приходите, да, на самом деле. Спасибо большое. Подводим итоги года. Все-таки вот в послании, когда президент Акаев объявил о моратории, это все были достаточно очень неожиданные ходы, неожиданные предложения. Но считаю, что для малого и микробизнеса это очень существенная подспорь, в пользу случаем, фактически они 90% нашего бизнеса, в пользу случаем, от имени хотел бы выразить признать. Все-таки это продолжение политики и преемственности. Мы знаем, что и политики УБАСЭ была ориентирована полностью на поддержку, и президент продолжает, акцентирует на этом. О чем идет, когда качественный рост? Это структура роста на чем? Ну, отметил, что 4,5 роста вроде бы хорошо было, но важно на чем? То есть это все-таки рост цен на энергоносители, наверное, наши сырьевые. Это бюджетные вливания, это серьезные программы. Хотел бы более случаем сказать, что мы приняли сейчас около 8 программ в стоимости 28 триллионов. Вот, кстати, это бюджетная программа. Он еще говорил о том, что недостаточно идет финансирование банковского сектора. Да, это серьезная проблема. То есть потребительский сектор финансируется, а бизнес не финансируется? Я из выступления президента хотел бы отметить, чем согласен, собственно, и экспертное мнение на такое, что происходит в целом стагнация банковского кредитования. То есть банки перестали выполнять свою классическую функцию кредитования реального сектора экономики. И за счет этого замещение идет. С одной стороны идет рост, и фактически уже потреб кредитования физлиц, оно сравнилось с суммой, то есть если где-то 6,7 триллионов потреб кредитования по итогам прошлого года, то где-то больше 7,7 триллионов это юридических лиц, которые снизились, то есть, видите, уже фактически заравнялись. А если говорить, то 8% снижения юридических лиц и 24% по итогу года рост потреб кредитований. Ведь это же очень важный вопрос, потому что качество экономического роста зависит от денег, от финансов. Конечно. Мы какой бы бизнес-климат ни создали, без капитала, без доступа капитала, и доступа оборотному, инвестиционному капиталу, доступу к кредитованию, наверное, не бывает роста. На этот счет не нужно испытать иллюзии. И здесь очень верно было сказано. И второе, о чем президент говорил, что вот то, что не хватает снижения банковской ртани, мы начинаем замещать за счет бюджетных вливаний. То есть очень много программ, по которым идет субсидирование, гарантируемое. Да, эти программы хорошие, особенно дорожная карта бизнеса, она популярна. Но тем не менее масштаб, то есть мы их принимали в 2010 году, как ответ на тот кризис 2008-2009. И он, наверное, первой пятилеткой, я всегда об этом говорю, очень сыграл свою положительную роль. А вторая пятилетка, это есть вопрос, есть ощущение, что все-таки бизнес подсаживается на это. И уже банки за счет этого теряют тоже свою позицию. Помимо финансирования из банковского сектора, очень же важен вопрос еще государственных закупок. Понимаете, мы говорили о том, что сейчас основные деньги у государства и в квази-государственном секторе. И вот инициатива Палаты Атамикен об организации единого окна закупок. Вот расскажите, пожалуйста, более подробнее, потому что здесь очень существенная работа. Если можно чуть шире, вы очень хорошо вопрос затронули. И у президента есть вступление, важный вопрос, что должна быть новая промышленная политика, основанная на защите внутреннего рынка, защите интересов отечественного производителя и доступ к рынкам сбыта. Если посмотреть целый рынок сбыта, то вы согласны, государство, наверное, крупнейший предъявитель внутреннего спроса. И очень важно, чтобы этот спрос был доступен для бизнеса. И вот информационный портал или, мы говорим, информационная система, это единое окно закупок, которое по поручению, в принципе, главы государства Палаты сделано. Сейчас мы его активно пытаемся внедрить, чтобы бизнес через этот портал мог получить доступ. Доступ получил, в первую очередь, информацию. Эта информация должна быть доступной, понятной, и она должна быть открыта в тех спецификациях, договорах, что бизнес мог оценивать планы закупок, факты, мог апеллировать, мог понимать, как оно устроено. А самое главное, наша задача не только обеспечить информационную, но и главное, обеспечить доступ отечественных производителей на эти закупки. Доля говорит, что в целом, если по товарам, не сырьевым, если мы говорим о качестве спроса, то качестве роста, то мы должны сказать, что должна расти должен не сырьевой сектор. То есть мы говорим, что мы сильно растем за счет сырьевого, энергетического или металлургического сектора. А речь идет не сырьем, а обрабатывающая промышленность. И президент отметил, в принципе, это и мы раньше знали, не более 11% доли ВВП, он как был, то есть в течение 10 лет эта цифра не сильно менялась. То есть это говорит о том, что качества роста нет. Вы сейчас говорите об импортозамещении. Ну, в принципе, можно сказать так. Мы почему-то, скажем так, в официальном курсе боимся этого слова, хотя в этом ничего плохого нет, потому что это именно есть один из элементов поддержки отечественного производителя. И я хотел бы, понимая, что нашу передачу смотрят не только бизнесмены, это бизнес-канал, но в то же время смотрят и наши простые граждане, которые, может быть, не так сведущие к этой клинической вопросу, это вопрос, в первую очередь, инфляции, цен. Потому что когда мы импортируем то, что у себя не производим, особенно продовольственные товары, потребительские товары, всегда за счет курса, мы уже несколько девальваций, и понимаем, какой шок, это всегда сказывается на цене. Если мы научимся и должны производить у себя в тенге, все расходы в тенге, соответственно, цена дешевле. Вопрос качества, да, как этого добиться. Но для этого масштаб производства должен быть. Потому что если мы масштаб производства, то есть спрос не нагнетаем внутри, то, соответственно, добиться масштаба производства и снижения издержек невозможно. Поэтому это очень простой, понятный вопрос. Здесь Ханат очень хотел бы акцентировать, потому что у нас очень много споров, на чем расти. В принципе, акцент и выступление президента был сделан на экспорт-ориентирован. Да, согласен. Но в то же время президент отметил, в принципе, у нас не так уж большой несырьевой экспорт. Всего 700 компаний, которые осуществляют несырьевой экспорт, там чуть больше 2 миллиардов долларов. И это, конечно, не такой уж большой показ. Это говорит о том, что у нас сегодня нет такого большого критического массы выпуска товаров, несырьевых, по которым могли бы идти хотя бы на соседние рынки. То есть для этого нужно наладить внутри выпуск. Это, в первую очередь, импортозамещение. По нашим оценкам, хотел бы сказать, что мы с правительством очень тесно работаем. И примерно в нашем оценке это 4 триллиона тенге, примерно потенциал, которым мы можем импортозамещение. Это представьте, какой огромный спрос. Вы заявляли о создании Совета по импортозамещению. Речь идет о том, что это будет на повестке дня этого Совета. Какие результаты вы ждете от работы этого Совета? Во-первых, хотел бы сказать, что к нам с инициативой обратились. Да, с инициативой была от регионального Совета. В частности, уважаемый Кожабаев Седулай Алясович, это один из, наверное, как раз лидеров, флагманов министерства отрасли, который энергомашиностроение, кентаусский трансформер. Он фактически не владеет сегодня аллогием, электрохолниками из семи заводов. Он обратился, узнав о той работе, которую мы с правительством ведем по импортозамещению. Он обратился с инициативой, что теперь к этой работе не только правительство и палата, а сам бизнес должен активно вовлечься. Мы сейчас в такой стадии, чтобы 4 триллиона примерно огромное количество товаров, это мы 362 товарных групп на сумму 4 триллиона тенге. И при том, многие из них можно получить через длинные долгосрочные контракты, чтобы бизнесу был понятен горизонт, потому что ты несешь серьезные инвестиции. Многие вещи надо будет впервые налаживать у себя, а многие вещи дозагружать, потому что у нас средняя загрузка не сыром сектора 50-55%. Поэтому совет, в первую очередь, когда вы правильно отметили, это инициатива бизнесменов, и мы хотим их вовлечь, чтобы бизнес в регионах и на местах и в центре активно вовлекался в этот процесс. Наша задача в этом. И совет будет эту функцию выполнять. Скажите, пожалуйста, последнее недавнее событие, то, что в повестке дня было, это, например, запрет вывоза крупного рогатого скота за рубеж, как экспорт. Это вот в рамках вопроса поддержки местного производителя. Ну, в целом, это, по-моему, очень разумно. Вообще, если так просто говорить, то, мне кажется, надо в политику ввести рациональную, логическую. И очень странно, это же в логике никак не умещается, когда мы вкладываем очень много денег в АПК, в развитие мясной отрасли, а потом вот живой скот вывозим и продаем нашим соседям. Да, потом покупаем у них мясо. Здесь дословно, я хотел бы, некоторые мои коллеги с Мясного союза комментировали, что вот господин Морзахметов не прав, что мы в Узбекистан продаем там живой скот, но не от них завозим. Дело не в этом, я как раз не вырву, что мы от Узбекистана завозим. Независимо. Просто мы вывозим сырье, а в то же время из других стран, но тем не менее, завозим готовую продукцию, особенно колбасную продукцию. И это очень странно выглядит. Даже если они с вами не согласны, в любом случае, 20 января уже МСХ приняла запрет о вывезе крупнорабатого скота на экспорт. Поэтому я считаю, что в любом случае инициатива ваша, они слышат, я так понимаю. Ну, скажу так, то есть это не новость была для министерства, но, наверное, мы обострили эту тему, и мы понимали, что министерству тяжело, потому что, честно скажу, что Мясной союз, одна из крупных объединений, выступала против. Они защищали, скажем, лоббистские интересы своих там членов. Мы понимаем, но мы говорили, что нужен государственный подход. И суть этого государственного подхода у себя нужно перерабатывать. Добавившим стоимость надо оставлять у себя. И у нас 15 мясоперывающих предприятий, они загружены в среднем 40-45%, и в этой ситуации отправлять живой скот, это, наверное, по меньшей мере неразумно. Не говоря о том, что это просто как-то очень диковато смотрится. И вот вы сейчас сказали, на самом деле, что нас смотрит не просто экономическая, какая-то бизнес, а аудитория, нас смотрят и простые граждане, для которых сейчас очень такой актуальный вопрос. Это, помните, автомобили с киргизскими и армянскими номерами, которые сюда были завезены. Скажите, пожалуйста, мы все-таки бизнес-канал, нас не интересуют какие-то социальные вопросы, юридические вопросы. Меня больше интересует вопрос, как это влияет на бизнес, и вообще откуда появилась эта проблема, и вопрос, почему, как может бизнес повлиять на вообще такую ситуацию, чтобы такого не появлялось в будущем. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, мы понимаем, что мы сидим в бизнес-канал, я представляю бизнес-сообщество, мы обсуждаем киргизский вопрос, но нельзя обсуждать любые, никакие экономические категории без дохода, без самочувствия населения. И поэтому это в любом случае самочувствие населения, может быть, кажется, социальный вопрос, но это и есть самый прямой экономический фактор. Это влияет и на бизнес-климат, на потребительские расходы. Во-первых, не от хорошей жизни, наверное, те наши сограждане, которые купили эти машины дешевые, они покупают, значит, все-таки доходы населения, наверное, не позволяют. Это надо признать, и это, наверное, ключевой вопрос. Второй вопрос, что если доходы населения сегодня не позволяют покупать другую линейку машин, которую мы сегодня у себя внутри производим, то считаю, что это серьезный вызов нашему автопрому. Я хотел бы сказать, что я разговаривал с руководством автопрома, в частности, с нашими ассоциациями, с руководством 40 автопрома, и они сейчас на полном серьезе ведут переговоры, и считаю, что они должны выпустить народный автомобиль. Это просто вызов, на который автопром должен ответить. Доступный автомобиль примерно стоимостью 4,5-5 тысяч долларов. Наверное, так грубо говоря. У нас есть программа «Доступное жилье», надо делать уже программу «Доступный автомобиль». «Доступный автомобиль» и обеспечить через механизм льготного автокредитования каждая семья, чтобы могла получить новое отечественное производство автомобиль с таким хорошим качеством. Это ключевой вызов. Я, насколько я знаю, на этой неделе, возможно, у руководителя автопрома, мы консультации проводили, это должен быть ответ бизнеса вот на эту социальную проблему. Да, я тоже думаю, что и вопрос мой был именно задан в этом ключе, потому что люди должны ездить на наших отечественных автомобилях. И завершая, у нас сейчас очень много дискуссий, конечно, серьезно есть упущение, наверное, со стороны выполненных органов, что всю эту ситуацию не разъяснили населению с этим завозом машины и так далее. И это всегда, любая у нас серия формы, к сожалению, испытывает серьезную проблему. Скажите, пожалуйста, мы говорим о экономике простых вещей. Это вот была программа, озвученная Ельбаса. Скажите, здесь вот в данном, какие результаты достигнуты в этом направлении? Да, экономика простых вещей, это, в принципе, тоже фактически только фундамент импортозамещения. То есть, суть этой постановки задач Ельбаса, она очень простая. То есть, хотя в простых вещах, в первую очередь, это продовольствие. Вы слышали, что президент сказал, что более половины продовольствия, продуктов питания мы импортируем, и, соответственно, это все, вот эта курсовая разница ложится в зависимости от импорта, сильно чувствует население. А более половины расходов потребок в корзине как раз продовольствия. В первую очередь, это пищевая продукция, то есть, это продукты питания, которые в потребок в корзину входят. Вторая, это легкопром, одежда, мебель, то есть, и струй индустрии. Четыре индустрии, в которых вот называем экономик простых вещей. Результаты, я бы сказал, самые хорошие, потому что в марте месяце правительство Мамина согласилось и создало такую проектную группу совместно с бизнесом. Она дает ощутимые результаты. И хотел бы сказать, что из 600 миллиардов, которых выделены, более 220 миллиардов уже банками одобрены кредиты. Это буквально за 6-7 месяцев работа. Более 200 миллиардов уже, значит, в банках эти проекты сидят. Около, если не ошибаюсь, там более 1800 проектов. И поэтому это, я считаю, очень хороший показатель. Хотя на 2 года было рассчитано и уверен, что мы до середины полугодия освоение закончим. Но вопрос не только идет об освоении. Это как раз простые и понятные проекты. Выпуск мебели, очень много легпрома, очень много по стройматериалам, очень много по пешевым продуктам, малые проекты, небольшие проекты, льготные условия. А там комплексно мы подходим. То есть проектная группа, которая создана была для реализации экономик простых вещей, не только вот это льготное кредитование, а самое главное это комплексно посмотреть, закрыть рынок, где нужно. Мы видим, где идет контрафакт, который мешает подняться нашему легпрому. Вот тот же вопрос и, собственно, вывоза живого скота, он тоже был поднят в рамках проекта офиса. А самое главное, там живая обратная связь. Возглавляет его вице-премьер Скляр, я его заместитель, проводим в офисе Атамикена, каждый 2 недели раз участвуют все бизнесмены, ассоциации, регионы, все вовлеченные. Это очень эффективная обратная связь. И она позволяет нам в принципе чувствовать барометр бизнеса и подправлять программу и идти в интересах реального сектора. На прошлой неделе было очень важное для и Национальной палаты предпринимателя Атамикена встреча председателя президиума Тимура Кулебаева с главой государства. Об этом много писали, но, однако, я считаю, что не совсем все вопросы были освещены. Поэтому вы не могли более подробно сказать, на чем глава государства поставил акценты для бизнеса в этом году? Ну, во-первых, хотел бы отметить, что за последние три месяца это вторая встреча главы палаты с президентом. Это говорит о хорошем обмене мнениями, о диалоге и, более того, интересе президента к вопросам, в первую очередь, бизнеса, поддержки бизнеса. Конечно, Тимур Роскарович рассказывал итоги года и самочувствие. Конечно, в пресс-релизе вы почитали там основные вопросы, которые освещались, но я не исключаю, что многие вещи, которые президентом как раз это в преддверии расширенного завещания было, что многие вещи, которые ощущаешь, они нам созвучны, мы эти вопросы тоже готовили в свой анализ, доносили до президента и нам отрадно, что многие вещи услышаны и президент на них отреагировал, в том числе и согласно по структуре роста, качественно. Было очень хорошее правительство для бизнеса, об этом мы давно говорим и считаем, что это даст большое настроение, большой толчок. правительство для бизнеса вы подразумеваете как систему какую-то или какой-то сайт, я не знаю. Нет, это большая экосистема, в которую фактически, я вот пользу случаем хотел бы довести, мы на съезде об этом тоже говорили, все госуслуги, государственные меры поддержки, в том числе субсидируем по всем программам, мы хотим, чтобы все эти два столпа, через которые бизнес сталкивается с различными госорганами, были через одно окно, через наш портал, а там не Кенкизет предоставлялся бизнес, что бизнес ни в какие госорганы не ходил, онлайн, оффлайн мог получать через нашу инфраструктуру. У нас есть центр обслуживающих предпринимателей во всех центрах областных, в районных центрах, то есть можно оффлайн, понятно, что больше будет уходить в онлайн по мере развития интернета, в больших городах это сейчас доступно, то есть получится, что бизнес, не нужно ходить госорганам, огибать пороги, собирать какие-то бумаги, эта вся база будет интегрирована, вы знаете, что получить какую-то субсидию, вы должны пойти там земельную справку дать, потом в состоянии балбанить эти земли дать, это все фермеру там в сельских местах очень тяжело это сделать, и поэтому все эти сервисы должны быть унифицированы, понятны, по понятным бизнес-процессам, у одного окна должны предоставляться бизнесу. Мы хотим добиться этого, и отрадно, что президент услышал и в принципе даже дал жесткие сроки правительству вместе с нами до 1 июля эту работу завершить. Вот мы говорим о том, что глава государства четко поддерживает бизнес, правительство тоже конструктивный диалог с Атамикеном ведет. При этом, допустим, мне что не совсем понятно, например, недавняя инициатива Министерства экономики по поводу снижения порога по НДС с 30 тысяч МРП до 20 тысяч МРП. Это получается около 19 тысяч малых предприятий бизнеса должны начинать платить НДС. И вот прокомментируйте, пожалуйста. За последние 6 лет, наверное, господин Даленов, третий министр экономики, который пытается, скажем так, покуситься на вот эту льготу. Это что, желание собрать налоги? Ну, во-первых, хотел бы краткую историю. При министре Досае экономики была попытка его снизить 10 раз. То есть это фактически 6-7 миллионов оборот. То есть все, кто будет оборот иметь 6-7 миллионов, они должны вставать на учет НДС. Но это просто немыслимо задевало интерес, по-моему, более 300 тысяч ИП. Это треть, фактически всего, малый микробизнес. Нам тогда удалось при поддержке премьер-министра Масимова отстоять и оставили. Потом вторая попытка была министр экономики Вишимбаева Куандыка тоже вернуться к этому. Отстояли, был компромисс, отложили эту норму. И теперь новый министр экономики Доленов хочет идти на этот шаг. Я, честно говоря, сильно не понимаю. Я вообще никакой логики в этом не вижу. Какие налоги... Наверное, просто собрать налоги. Ну, фискальные, они никакую задачу не решат. Но надо просто подумать. Представьте, этот малый бизнес, да, сейчас речь идет о 19 тысячах, которые имеют оборот более 53 миллиона тенге. Они встанут уже в общий режим. То есть, эти индивидуальные предприниматели с таким оборотом были вынуждены платить НДС. То есть, это соответствует бухгалтерия, соответствует сложности. Потому что НДС очень сложно считает, сложный налог. И просто они не готовы. И я не думаю, что они даже не показали четких расчетов, каких налогов они хотят собрать. Каждый раз борьба с темой экономикой начинается не оттуда. Я бы все-таки считаю, что если нам оцифровать все госуслуги и государственные органы будут работать именно по сервисному методу, то есть, без всяких там, давайте честно скажем, коррупции, откатов, каких-то обходных путей, поверьте, бизнес спокойно будет работать в белом. Просто надо это поле создать. И второе, хотел бы сказать, итог встречи главы палаты с президентом. Вот та идея, которую все-таки, наверное, мы озвучивали и то, что президент поддержал, это все-таки перейти на новое регулирование. Как-то не обратили, вот так называемое умное регулирование. Это очень серьезный вопрос. Что за этим термином стоит, умное регулирование? Мы все время пытаемся реформировать, и большая работа по поручению Любаса сделана, мы там в 70 раз сократили лицензию, разрешение, это старое советское наследие. Оно все-таки более репрессивно, карательно, сложное. И нам лучше отказаться и пойти по новым. Это, в принципе, посмотреть самую лучшую практику ОСР, в том числе, наверное, посмотреть на опыт и Грузии, и Эстонии, прибалтийских стран. Фактически, на базе его новое регулирование. Это цифровое регулирование, в первую очередь, это бесконтактное регулирование, это больше применять вопросов страхования, саморегулирования, больше заточать, может быть, какую-то там ответственность, да, законодательную, чем без конца пытаться через проверяющих, через систему контролев, там, пытаться контролировать бизнес. Наверное... Потому что каждый контакт, он создает проблему. Наверное, это как фраза, нам не надо помогать, да, лучше не мешайте. Просто не мешайте. Да, создайте лучшие условия. Больше доверять, больше доверять бизнесу и уверен, что от этого мы получим. И вот я хотел бы все-таки, понимая, что многие коллеги-бизнесмены слушают меня и, наверное, думают, да, это все так хорошо, мы слышим, но каждый день идем, там, налоговую, там, буквально заходя к вам сейчас в офис на интервью, я получил сообщение, что сейчас очередную, там, задним числом налоговый комитет вносит поправки, без конца это все. Но поверьте, переговорная сила наросла, мы видим сейчас настроя президента, сегодня та позиция диалоговая, которую площадка, которую Атамикен набрал, компетенция, уверен, что в этом году нам удастся, уверен, сделать эту работу. Наконец-то оцифровать все госуслуги и госмероподдержки и вот это мытажство, с которым бизнес сталкивается, его завершить, чтобы он понимал, что вот моя организация, я плачу деньги, я получаю достойный сервис. Я вас знаю уже не первый год, я знаю, что вы не любите говорить о своих достижениях и результатах. Меня больше всего интересует вопрос о защите бизнеса. Есть четкие показатели, сколько предпринимателей к вам обращаются, на какую сумму вы защищаете их права. Вот этот вопрос я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня еще раз рассказали, потому что многие предприниматели просто не имея каких-то проблем не обращаются в Атамикен и не понимают, условно говоря, функционал, что вы делаете. При этом есть огромное количество предпринимателей, которые обращаются в Атамикен и находят в защиту. Вот этот момент, пожалуйста, раскроете. вопрос. Здесь просто поясню, что первое, то, в чем мы работаем, мы пытаемся чистить законодательство, оно касается всех. Вот тоже там снижение НДС, это коснулось, когда мы отстояли 300 тысяч предпринимателей, сейчас это 19 тысяч. Там правительство для бизнеса коснется всех бизнесменов. Второе, конкретно, да, действие административных барьеров, если вы помните, снижение. Это касается, да, это вроде бы невидимо, каждый бизнесмен хочет сам почувствовать, но вы поймите, что чистка и борьба за вот законодательство, правильное законодательное поле, она затрагивает всех. И в этом, безусловно, заслуга Атамикена я ничуть не привлечу. Второе, конкретно, то есть, к нам обращаются уже конкретно, этих обращений за все годы более 30 тысяч. Более 40 процентов решены положительно. Сумма денег, которые мы сэкономили прямую или косвенно бизнесу, более 100 миллиардов. По итогам 19 года где-то она 19 миллиардов составит, то есть, в среднем год по 20 миллиардов мы экономим средств бизнеса, которые мы... Как формируется эта цифра? Как формируется эта цифра? Это не просто же деньги, которые вы дали бизнесу, да? То есть, это защита. Вы защитили их? Он мог получить штраф, мог заплатить какие-то налоги, которые неправомерные или незаконно на него начислили. Очень много штрафов ввели и у него могли отнять землю, могли отнять стоимостью какую-то, которую он потратил, какие-то инвестиции, которые он понес, то есть, нести могли его в офис, нести могли его здание промышленное и так далее. Какие-то льготы он не смог получить. То есть, это конкретно суммы и каждый кейс их понятен. И хотел бы вот в пользу случаем сказать всем предпринимателям, обращайтесь, у нас есть долг, может мы до каждого не дошли. В пользу случаем хотелось сказать, что цифровизация наша цель. Мы завершаем сейчас 800 тысяч контакта предпринимателей мы уже подготовили. Эта работа до конца первого квартала будет завершена. И мы хотим наладить в течение этого года полную связь, чтобы по телефону каждый предприниматель мог держать связь и получать, обращаться в случае. Ну, лучше бы, чтобы у вас таких проблем не было. Знаете, еще иногда есть такое мнение, что Атамикен защищает интересы крупного бизнеса, например. Я хочу просто свой пример рассказать. Я сам был приглашен в работу Совета по защите прав предпринимателей. Мы рассматривали на прошлой неделе один простой кейс. У девушки незаконным образом КСК просто арендуемое ее помещение 50 квадратных метров заселило другого арендодателя на незаконных основаниях. Суд выносит, оказывается, решение суда о том, что это незаконное было действие, но судебные исполнители не выполняют. Потом идет обращение в МВД, тоже не исполняется, потом Минюст, потом вот эти все регистрационные формы. И просто вот эта девушка, у которой всего лишь три ребенка, она хочет свой бизнес открыть маленький, 50 квадратных метров. Я уже чувствую, как у вас голос одрожал. Да, да. И понимаете, и она нашла поддержку в этом Совете по защите прав предпринимателей. Я просто хочу сказать о том, что это работает, во-первых, на самом деле, и она работает в том числе и на защиту и малого бизнеса. Безусловно, я каждый день, подводя итоги дня, там насыщенного, как бы без пафос хочется сказать, что чистый совест ложишься, когда вот слышишь эти истории, которым помог. Неделю я несколько писем получаю, они на сайте, я прошу, чтобы вывешивали, вы можете посмотреть историю успеха всех этих случаев, которые сказали, именно малый, маленький бизнес. И, собственно, наша программа и бастал. Очень отрадно, что и мы стараемся, хоть и говорят, вы для большого бизнеса, на самом деле, я хочу сказать честно, что 2% всех предпринимателей только платят взносы, и это деньги большого и среднего бизнеса. За счет этих денег вся инфраструктура палаты Атамикен старается и работает, и может, многое еще нам надо сделать для малого и микробизнеса, тех, кто реально нуждается в такой защите, в такой помощи. У нас около трех минут осталось эфирного времени, поэтому, если вы что-то хотите еще раскрыть, раскрыть, но у меня такой вопрос. Есть отличная программа бастал, образование людей в области бизнеса. Как получать кредиты, какой открывать бизнес и так далее. Расскажите, пожалуйста, вот это более подробно. Ну, это, видимо, вот вторая такая видимая вещь, за которую, как бы, не стыдно и хочется сказать, вот что мы это сделали. Да, этот проект 4 года назад был пилотно рожден в недрах Атамикена и нам удалось его реализовать. Сперва пилотно, как всегда, надо убедить. Мы сделали, он в первую очередь направлено на сельских жителей для безработных и самозанятых, число которых очень большое, как мы знаем, мы с ней разбирались, можно назвать продуктивно и прочее, наверное, полтора-два миллиона точных людей, которые ищут себя встроиться экономической области. Сколько людей прошло это обучение? У нас более 100 тысяч, если точнее, наверное, 118 тысяч. Из них 27% они открыли свой бизнес. И 92-93% платят налоги, то есть они живые и работают. А Атамикен отслеживает этот бизнес? Конечно, каждым бизнесменам, у нас есть специальная СРМ-система, они все включены. Почему я спрашиваю? Потому что открыть бизнес это одно, самое главное его удержать и развить. Ключевое в программе Бастау, сам метод обучения, конечно, второй, чтобы он был доступен, понятен, и мы его каждый год совершенствуем, потому что большое спасибо и более случаев нашим тренерам, которые в райцентрах живут и помогают, обучают сельских. И вот те благодарности простых, безработных, самозанятых, вот тех же маленьких, вы говорите, ИП, это самое главное, вселяет тебе веру, что ты занимаешь благом, полезным делом. Не только мне, но и всему нашему коллективу. У нас, к сожалению, время эфирное, время подходит к концу. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. А я напоминаю, что сегодня моим собеседникам был представитель управления Национальной палаты Атамикен Аблайм Арзахметов. Всем доброго вечера. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok